Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос связан с потерей близкого, с реакцией на нее, а также с реакцией на данное событие трагическое детей. Вот. Значит, автор пишет, что дети реагируют. По-разному, да, младший ребенок реагирует достаточно сильным получается волнением, а старший ребенок реагирует, ну, в общем, немного, так скажем, немного получше, да, вот, но тоже, как бы, достаточно тяжело. Вот. И, само собой, у автора вопроса возникает, как бы, проблема, да, и своего, еще и своего собственного состояния. Вот. То есть, автор вопроса и самому, самой, тяжело. Смотрите, на что здесь нужно обратить внимание, да? Ну, во-первых, мне кажется, что само собой заставлять никого не нужно, да? То есть, мне кажется, что само собой, кто хочет идти попрощаться с человеком, тот пускай идет, кто не хочет, тот не идет. Вот. Вот. Это вопрос, ну, личное дело. Личное дело каждого. В данном случае. Вот. Это первое. Второе, конечно, я вам очень соболезну, соболезну вашей, так скажем, потери, вот, несмотря на то, что, ну, вы говорите, что отец пожил, да, конечно, он пожить-то пожил, но все равно близких людей терять. Тяжело. Это, как бы, нормально, что, что вам так, ну, что вы так переживаете, вот. И, в целом, я бы сказал, что ваша основная сейчас задача заключается в том, чтобы прожить, прожить вот эту ситуацию, вот это состояние ваше, вот. То есть, просто его прожить, необходимо вам. Вот. То есть, что я, что я подразумевал, вот, прожить, да, то есть, проживать свои чувства. Позволить себе плакать, позволить себе болеть, вот, если, ну, вам, если вы себя так вот чувствуете, да, то позволить себе, ну, ваши чувства, вот. Вот. Потому что, то, что вы чувствуете, это абсолютно норма сейчас. И ничего, как бы, вот, ну, ничего необычного в них нет. У меня же сложилось, вот, такое впечатление, да, у меня сложилась такая картинка, что вы, как будто бы, вот, пытаетесь, ну, себя, как будто бы заставлять. То есть, как будто бы вы запрещаете себе, вот, свои чувства, ну, проживать. Вот. Может быть, это все связано с тем, что у вас дети, и вы чувствуете, как бы, вот, свою ответственность, ну, перед, перед ними. Ну, вот. Может быть, как-то, еще что-то, вот, влияет. Тут, так вот, однозначно, сложно сказать, конечно, вот. Но факт, факт остается фактом, что, как-то, вот, по моим ощущениям, да, вы себя стараетесь сдерживать. Вот. И, честно говоря, сложно, достаточно сложно представить себе что-то худшее в этой ситуации, да, вот. Потому что необходимо все-таки оплакивать людей, вот, если, вот, ну, такая потребность есть. А, такая потребность есть, вот. Мне кажется, что в таких ситуациях особенно важно не делать как лучше. Мне кажется, что в таких ситуациях особенно важно поступать так, как подсказывает вам сердце. Вот. Потому что нет здесь каких-то правильных решений, нет здесь каких-то идеальных вариантов. Больно всем. С болью справляются все по-разному, по-своему. Более, что вы говорите, что это вот опыт, как бы, первый у вас. То есть, и плюс, ну, вы, судя по всему, да, не подготовлены, ну, не подготовлены к этому оказались. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно сейчас признать, вот, что необходима поддержка, что необходимо плечо. Вот. И заручиться, собственно говоря, этой поддержкой, вот, заручиться поддержкой близких людей, вот, которые могут поддержать вас. Которые могут быть рядом, которые могут, вот, ну, выслушить вас, не утешать, а просто быть рядом. Вот. И следует еще сказать о том, что потеря близкого есть травма. Вот. Ну, психологическая травма. Вот. Ее тоже нужно продолжать, чтобы она вас не тянула, как бы, не тянула, да, за собой. Вот. Ну, у горя, у горя. Потеря. Есть стадии, есть этапы, вот. И про них вы можете вспять. В интернете. Сами. Вот. И... Их все. Их все. Необходимо прожить. Вот. А если их все не прожить и все не пройти, вот, то на каком-то этапе вы застрянете и, соответственно, это может затянуться на довольно долгое время. К сожалению, наша система устроена не лучшим образом в этом смысле. То есть, человека, потерявшего своего близкого, вынуждает, по сути, да, пребывая вот в таком состоянии, делать какие-то дела, решать какие-то вопросы. Вот. Это, конечно, не добавляет... Ну, не добавляет комфорта, не добавляет удобства. Как бы, человеку и так плохо, да. Но тут еще нужно делать какие-то дела. Хотя мысли все, там... Лягко говоря, необыт. Вот. Поэтому... Вам сейчас, как никогда, нужна поддержка. Вам сейчас, как никогда, нужны рядом люди. Вот. У вас есть старший сын, которому, как вы пишете, 20 лет. То есть, человек уже достаточно взрослый. Не нужно бояться с ним говорить о чем-то. Не нужно бояться с ним делиться своими чувствами, своими переживаниями. Вот. Не нужно стараться скрыть от него то, что вам плохо. То есть, дети, ну, вы ничего не пишите, там, про свою маму и своего мужа, да. То есть, как бы, эта страна, в данном случае, является закрытой, вот, для нас, по крайней мере. Вот. Но, как бы, вот, те люди, которые вокруг вас, они могут, ну, собственно, могут и являются сейчас, да, являются, как бы, тем источником вашей поддержки, вот. Вот. Который, которым вы можете пользоваться, вот. А в таких ситуациях крайне желательно вспоминать о своей мировоззренческой позиции, да. То есть, если вы верующий человек, это одна позиция и один подход, одно отношение к тому, что произошло. Если вы не верующий человек, это другая позиция, другой подход к тому, что произошло. Важно замечать значение для себя человека. То есть, понятно, что вы, как бы, пишите, да, и... Интеллектуально вы понимаете, что ваш близкий прожил, да, немаленькую жизнь, вот. И понимаете, как бы, что немолодой уже человек был, вот. Но это, в общем, не мешает испытывать боль и всю палитру чувств по поводу потери, вот. То есть, то есть, как бы, важно не стараться затолкнуть чувство глубже, да, с одной стороны. А с другой стороны, с другой стороны, важно постараться увидеть значение человека. То есть, потерю, потерю близкого очень часто составляет именно значение для нас, этого человека, нашу потребность в нем, либо, либо чувство вины. То есть, потеря, значимость человека для нас, то есть, то, что мы, то, что мы, вот, от него получали, вот, и наше, как бы, к нему отношение, то есть, сожаление, сожаление о чем-то, вот, что, ну, вот, что мы не сделали, например, при жизни человека, тоже очень, очень сильно способно отправлять нам, ну, существование. Вот, то есть, это, вот такие основные аспекты. И поскольку довольно часто здесь речь идет про стыд, то есть, очень часто в данном случае говорится, ну, говорится о стыде, потому что это что-то такое вот постыдно, вот, это что-то такое, ну, может быть интимное даже, вот, то очень сложно об этом говорить. И если вы, ну, как-то вот замечаете, да, если вы как-то чувствуете, что вам стыдно, вам стыдно, если вы чувствуете такое, то очень важно, при условии, что вы, например, ну, не можете поговорить об этом со своими близкими, вот, все-таки пообщаться, например, с психологом, да, пообщаться, со специалистом, которым, к которому вы сможете вот все это донести, да, все это рассказать, вот, в абсолютно, как бы, безопасной среде. Вот. А если, если совсем вам плохо, то есть, если вам совсем тяжело, то очень важно обращаться к помощи врачей. Если, если, ну, ваше вот состояние, да, оно, ну, влияет на то, как физически вы себя чувствуете, на то, как физически вы себя ощущаете. Вот. А если что-то такое есть, если что-то такое имеется у вас, вот, то важно, опять же, это не давить себе, а, крайне важно, во-первых, это признать, вот, и во-вторых, ну, скажем, скажем так, проживать. Вот. Максимально доступными, ну, максимально доступными для вас способами. Вот. То есть, какие способы есть, такими это и делать. Вот. Вот. Важно, так же, от себя, от себя ничего не требовать. Не заставлять себя что-либо делать. В том смысле, что если не хочется что-то делать, вот, то и не надо что-то делать. То есть, позвольте себе, в этом смысле, ну, наверное, сказать, отдыхать не совсем корректно. Вот. Я бы, наверное, использовал бы такую формулировку, да, такое вот высказывание, как позволить себе страдать, позволить себе плакать. Вот. Потому что это самое главное, что человек очень часто просто не позволяет себе страдать. Вот. Не позволяет себе болеть. То есть, мне больно. Ну, так вообще. Вот. Мне больно. И будет здесь нормально. Вот. Но я себе не позволяю. Вот. Я не позволяю себе эту боль, ну, скажем так, чувствовать. Да? Вот. А сама по себе боль, она, ну, никуда не девается, никуда не уходит. Она остается с вами. Вот. Как бы вы, там, от меня забежали. Вот. Важно здесь, конечно. Ещё и проститься с, ну, с человеком. То есть, опустить его. Вот. Многие люди, многие люди, на самом деле, делают это вот на, как бы, специальных мероприятиях. Да? Вот. Ну, кому-то бывает очень тяжело. Вот, например, как вашей дочери, да? Которой слой. Которой слой. Которой слой. Вот. И в этом смысле важно проститься с человеком, так скажем, ну, самостоятельно. Вот. Используя свои собственные силы, используя свои собственные ресурсы. С кем-то. С кем-то. То есть, я имею ввиду вот, когда вы не одна, например, сделать это гораздо легче. Чем, когда вы пытаетесь, ну, в одиночку справляться с тем, что проживает. Вот. Такая вот история. То, что вы сейчас не находите, вот то, что вы сейчас не находите для себя. Это, скажем так, возможных вариантов решения. То есть, то, что вы сейчас фактически не знаете, как поступать. Да? Это абсолютно нормально. Абсолютно. Нормально, что вы не знаете, как сейчас поступать. Вы, ну, вот, немного не мало потеряны. Поэтому, случите свое сердце. Вот. Обратитесь к памяти своего отца. Чего бы он хотел. Как бы он хотел. Вот. Это, конечно, во многом зависит от вашего мировоззрения. Это во многом зависит от, ну, от ваших отношений. Вот. Потому что, если отношения были хорошие, то это одно. Ну, если отношения там были, так скажем, с некоторыми, ну, трениями, да, то, естественно, тут все непросто. Вот. Вот. Но, тем не менее. Мне кажется, что у вас отношения были не самыми плохими. И ваш ресурс – это, на мой взгляд, именно память. Именно память о человеке. Вот. Ну, и напоследок хочется сказать, что, действительно, люди умирают. И, действительно, мы теряем близких людей. Вот. Но. У нас есть память о них. И в памяти они будут жить всегда, пока мы их помним. И вы можете обращаться к своей памяти сколько угодно. И отец ваш в памяти будет жить. Важно, чтобы вы жили сами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, если у вас есть или будет такое желание. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи! Удачи!